Радхи страсти Продолжение следует... Что совершать харинам и встретиться с Кришной — это то же самое. Сила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Пакхупат сказал совершать харинам и встретиться непосредственно с Кришной — это то же самое. На самом деле, трансцендентный звук настолько высок, настолько велик, что обычные люди не могут понять его величие. И в начале всего я хочу сказать — в 1914 году, когда Сила Бхакти Сидданта Ку ушел из этого материального мира, Да, в 1914 году Шила Бхактюна Таку только ушел из этого материального мира, но перед этим Шила Бхактюна Таку дал такое наставление в Шиле Пахупаде, что ты должен начать Дампарикрама. Ты должен начать Навадивдам Парикрама, и через Парикрама тысячи людей могут обрести благо. Ты должен утвердить Дайва Варнашрама, без которой мы не делали то, что бы мы не делали без Дайва Варнашрама, оно лишено смысла. И вот таким образом Шила Бхактюна Таку дал наставление в Шиле Пахупаде начать Дампарикрама. И на самом деле Шила Пахупад начал Дампарикрама. С многими предными они приехали в Дамму, поскольку Дама, она очень милостива, чем Божества. Дама очень милостива, поскольку Дама, Татва, это Баладев, Татва. Баладев, он очень, очень милостив. И поэтому из Брама Самхиты этот стих говорит, что Апакрита Дама, это место, где Кришна отдыхает. Я имею ввиду, это все, и Баладев, Татва, Баладев, Нитянанда, Баларан, они служат Кришне в 12 различных формах. Это трон, на котором восседает Кришна, то есть это подушка, на которой он облокачивается, это священный шнур, это падаке, как его обувь, можно сказать. Это все олицетворение Баларама. И вот смотрите, Баларам, он служит Кришне в 12 различных хипостасиях. Но относительно Сришти Татва, относительно Творения, Баладев, он тоже помогает. Вы уже знаете об этом. На самом деле, Баладев, Карна-навасаи Махавишну, инфинити материал вор, инфинити материал вор, resting in name. И вот в этом стихе из Балама Самхита говорится, что все бесконечные материальные миряния поддерживаются Махавишну. Если вы возвыситесь еще выше, то Махавишну и после него, Карна-навасаи Махавишну, и после него, Гарбада-шай Махавишну, и после этого Кхирадакашай Махавишну, все Дживатмы, мельчайшие частицы Чидатмы, они исходят из него. Они из него исходят, Кхирадакашай Махавишну. И на самом деле, и вот внутри Бриндаван Дама, изначальный Баладев, он является лилой с Кришной, он практически не отличен от Кришны. Почему, говорю, практически не отличен? Поскольку Баладев, он служит Кришне, и в то же самое время, его лилая подобна, он также является лилой, как Кришна. И вот, как Баладев, он может совершать расу. Никакие другие снисхождения Аватара Кришны не могут совершать расу, только он. Поскольку Баладев, это даже не второе проявление, а первая экспансия Кришны, Своем группе Бхагаван Шри Кришна. И вот он служит Баладеву, и также он может совершать расу и прочее. И вот Баладев, он... Он же Санкаршан, он же Маха Санкаршан в юге, снаружи Дамы. Поскольку внутри Бриндавана, так же есть чуть-чуть вовне, еще если пройти дальше, там Дварака, еще дальше Швета-Див, где мы находимся сейчас, это Швета-Див. Швета-Див, это как бы дополнение к Кришна-Лиле. И вот Швета-Див, это полное проявление того места, где являются Лилы Горангамахапрабу. И суть в том, что Гор-Лила — это полное объяснение Кришна-Лилы. Если вы хотите понять Кришна-Лилу непосредственно, вы не сможете ее понять. Поэтому вы должны изучать Гор-Лила. Гор-Лила — это полное объяснение Кришна-Лилы. И вот этот Швета-Див, где мы совершаем Санкаршан, где мы совершаем Бхакти в девяти... Он совершенно состоит из девяти различных частей. Завтра я могу более подробно объяснить, на самом деле, Дама-Тату — это очень уникальная Тату. Если вы не сможете получить Крипу ниоткуда, тогда только Дама может благословить вас. Она более милостива, чем что-либо еще. Мы можем помнить, что Джаграй Мадхай, Махам Прабула простил их, но так или иначе, они просили о служении. И они получили служение даме. Они очищали даму. И вот те люди, Брахманы и Вашнавы, они там, где не совершали омовение, и вот эти Джаграй Мадхай, они совершили множество оскорблений. И те, кто приходили, чтобы совершить омовение в Джаграй Мадхай Гатте, они приносили свои распростертые поклоны и просили о прощении, что раньше мы не знали, что мы совершали. И поэтому простите за нас, за все наши предыдущие деяния. И так они очищали даму. И вот Чайчатани Маха Прабу дал им эту даму-севу. И в Пури я уже говорил об этом, что Ашвадхама, вы знаете, какое оскорбление совершил Ашвадхама? И вот после этого Кришна не был готов простить Ашвадхама. Но потом Ашвадхама пришел к одному ришу, и он посоветовал ему, что нужно идти во Вриндаван и слушать Вриндавану. И сегодня или завтра Вриндаван благословит тебя, и ты избавишься от этого проклятия. И Ашвадхама до сегодняшнего дня он совершает баджан рядом с Нандаграмом. Он совершает баджан рядом с Нандаграмом. Пишайгаон, называется эта деревня. И вот он до сегодняшнего дня совершает баджан, чтобы обрести милость Бхагавана Швей Кришны. И вот таким образом, по милости силы Бхакфинтакура, по его наставлению, силы Бхакфад начал дам парикрама. И все преданные, которые приходят во время горы Пурнима, и силы Бхакфупад организовал всю эту парикраму под руководством. Сначала это было под руководством Шанта Кура, потом под руководством Нитинады, прабу совершалась дам парикрама, и кто ее совершал? Джива Госвами Пат. И вот смотрите, почему, когда Джагадананда Пандит отправился во Бриндаван, то сейчас мы вернемся до Горалилы, и сейчас я немного отойду от темы и вернемся. На самом деле, Джагадананда Пандит он вечный спутник Горанги Махапрабху. С самого начала он был с Горанги Махапрабху. И вот сейчас, когда Четан Махапрабху начал жить в Нилачалдаме, то тогда Джагадананда Пандит отправился туда, он начал жить с Махапрабху и служить ему. Но Джагадананда Пандит он совершал это служение там, в Пури. Он служил Горанги Махапрабху в различных образах. Их отношения были очень прекрасны, и он написал книгу Прама Виварту, о том, что путь Прама, он извилист, подобно змея. И это я потом обслужу более подробно. И вот сейчас, когда Горанг Махапрабху ушел из этого мира, то Джи Бхагасвами Пад, он пришел сюда, в Даму, и начал Парикраму с Нитянанды Прабху, с Баларамом. Джагадананда это также все описывает. И есть книга Дам Парикрама, написанная силой Бхагтина Такуром. Это тоже в хорошей книге, когда Народ Амтаку пришел, они все вечные спутники Махапрабху Джи Бхагасвами. Он получил Даши Махапрабху, когда он был ребенком в Рамкеле. Я не буду на этом останавливаться. Но Народ Амтаку, он не смог получить Даши Горанги Махапрабху, но все же Народ Амтаку, он вечный спутник Господа Горанги. Раньше я много раз говорил уже об этом, что почему я говорю, что Народ Амтаку, он вечный спутник Горанги Махапрабху, хотя Народ Амтаку, он явился позже, когда Махапрабху уже ушел из этого мира. Почему? Поскольку согласно вот этой шлоке, то есть джена в этой шлоке значит, что теми, кто посвятили свою жизнь удовлетворению желаний Махапрабху. Таким образом, Народ Амтаку, Шила Пабхупада, Мадавенда Пурипад, они все вечные спутники Горанги Махапрабху. Почему? Хотя явились они кто раньше, кто позже, но так или иначе. Мадавенда Пурипад, вот приходит, скоро будет день его ухода, и в тот день я могу обсудить его учения и жизнь, и вот хотя он явился. Раньше Махапрабху, но согласно Горангу Аватар, он уже был в сердце Мадавенда Пурипада, и поэтому Мадавенда Пурипада, колонна, основа Гаудья Баджана. И вот на пути Гаудья Баджана Мадавенда Пурипада подобен колонне. И вот его учения попозже обсудим. И вот Народ Амтаку, Шила Гаслами, Шини Васачария, они все перечислены, они все личные спутники Горанга Махапрабху. Хотя кто-то родился до Явления Махапрабху, кто-то позже, кто-то намного позже, но тем не менее они все личные вечные спутники Горанга Махапрабху. И вот когда нити на Дапрабху, вместе с Живы Гаслами они проходили вот в Шиву Парикрамму на Вадипадаме, и вот Шила Бхактиню Тхаку также написал много о Даму Парикрамме, и будьте очень осторожны. Когда Махапрабху был в Пури, Джагатананда взял разрешение у него, что он хотел отправиться во Вриндавандам и взял разрешение у Махапрабху. А разве Джагатананда не во Вриндавандам? Хотя сам… То есть разве это так, что они не во Вриндавандам? Вы должны войти в Дамхиру и сконцентрироваться на лилах, которые совершали сочетание Махапрабху под руководством очень могущественного духовного учителя, и тогда и только тогда вы сможете получить разрешение войти во Вриндаван. Иначе, если вы просто сразу поедете во Вриндаван, у нас вроде достаточно денег можем купить, билет до Вриндавана непосредственно, но этого мало. То есть любые попытки входа будут предотвращены. То есть если вы хотите силой войти в Даму, то все ваши попытки, они обречены на провал. Вы не можете просто своими усилиями войти в Даму. Майя, она везде там, она привязывает этому. И Шила Бхактюна Такху тоже пишет, что если вы приехали в Майпур, видите, сколько отелей и прочего, что ну как бы не связано с Дамой. Но Шила Бхактюна Такху смеется. Если Сваруп Шакти, если милость Дамы, она с вами, то вы увидите Даму в ее первозданном трансцендентном виде. Эта Дама не имеет никакой связи с этим материальным миром, она просто так слегка соприкасается с Дамой. но такой связи нету. И также Майя Деви, она организовала какую-то сеть, ну подобно рыбакам, у них есть сеть. И также Майя Деви в образе этой сети, она запутывает людей материально. И вот Шила Бхактюна Такхура говорит, что есть сеть. И те, кто возвышенные души, подобно Бхактюна Такхура, его вечным спутникам, и те, кто Садан Сидхи или Нитя Сидхи, только они могут иметь настоящую связь с Дамой. А другие люди не могут видеть ее. Они могут приехать, находиться физически, но Дама Апаратха, Шила Бхактюна Такхура говорит, что Дама Апаратха – это, ну, одна из, ну, таких самых серьезных оскорблений. И что я хочу сказать, когда Джагадананда получил разрешение от Махапрабу, что я хочу отправиться во время Дамы, пожалуйста, разреши мне. Но Махапрабу не был готов поскольку Махапрабу знал, что если он даже на один день уйдет от Махапрабу, он не сможет потерпеть боль разлуки, он будет плакать. И когда Махапрабу не давал ему разрешения, то он начал спрашивать старших приданных, чтобы они разрешили ему отправиться во время Дамы. И они пошли к Махапрабу, от имени Джагадананда просили разрешения. И Махапрабу сказал, что нет, он не может потерпеть разлуку со мной. И в итоге разрешил ему. И вот Джагадананда, в общем, получил разрешение, так или иначе, и уже вышел во Вриндаван, И вот когда Джагадананда хотел отправиться во Вриндаван, в то время Джагадананда ему сказали, что ты можешь отправиться во Вриндаван и у Санатаны попросить место, где можно совершать баджан. И вот когда Джагадананда бандита отправился туда, то тогда Махапрабу сказал, не оставляй Санатану ни на секунду. Всегда находись вместе с Санатаной. Все время. Почему? Какой же секрет? Почему Махапрабу говорит Джагадананде, Джагадананда, ты идешь в дхаму, но ни на секунду, даже ни на часть секунды, не оставляй Санатана, будь очень внимателен, поскольку если ты его оставишь, то проблемы возникнут у тебя. Почему? Поскольку он Санатан, Санбандхагьяна Ачарья, если у вас нет знания о вашей связи с Верховным Господом, то у вас нет права быть в дхаме, хотя условные души не приходят, они получают какую-то сукришну, вот в этом смысле вы можете находиться в дхаме, но так или иначе лучше делать по-другому. То есть, когда вы приняли прибежи у Сангугу, совершайте баджаны, тогда вы можете обрести силу в дхаме. И вот таким образом все время Джагатананда Пандит, он все время был Санатан, поскольку он Санбандхагьяна Ачарья. И вот, вы должны помнить, что Баладев Нитянанда, он также Гуру. И поэтому в каждую часть секунды вы должны помнить лотосный стоп «Нитянанда Прабу». «Кто? Кто может спасти нас? Никто!» Настолько паджи в читании Читамрити говорится. Вишнададская вражка свами пишет такие слова о себе. И вот какое же значение этой молитвы? Кришнадарской вражка свами, он пишет в читании Читамрити, что я падшая душа, я более падший, чем Джагай Мадхай. Поскольку Джагай Мадхай, они получили полную милости. Горанги, они получили Дамасеву. И если вы хотите сравнить меня с ними, то я нахожусь на более низком положении, чем они. И также я более падший, чем черви, находящиеся в испражнениях. И вот посмотрите, какое смирение он удивляет. И Джагай Мадхай, он говорит о себе вот такими словами, если кто-то повторяет мое имя, а также его благочестие, оно теряется. И вот в таком положении я нахожусь. Это положение Яшила Джагай Мадхай Мадхай объясняет, что это положение человека, который обрел премию, если вы получили служение Рада Кришны под руководством Радхарани, такое чувство смирения, оно естественное. И Джагай Мадхай говорит, под руководством Радхарани, если вы хотите получить служение от нее, такое чувство смирения, оно естественное. Это зовется Рагануга Баджин, Рупануга Баджин, очень сокровенный. Если вы хотите следовать Радхарани, автоматически у вас проявится такое чувство смирения, подобно тому, как наша Гурвага, у них во всех можно найти это чувство величайшего смирения. Как и Сидор Гусей Мадхай Мадхай, он плакал и пел этот киртан. Вы знаете почему? Не все могут осознать. То есть, вначале вы должны прийти в Дхаму под руководством Гуру Ващнау, совершать парикраму, и тогда вы получите силу, и тогда продолжайте совершать харинам. Любой баджан, совершаемый в Дхаме, любой из этих девяти видов баджана, даже 64 вида, баджана вы должны совершать. Потом приняв прибежище в санкетане, Джива Гусей Мадхай Патт говорит, любой баджан, какой бы вы не совершали, есть девять главных, из них пять таких, самых главных, ну, любой вот вид баджана, есть вообще четыре дополнительных вида служения, и, в общем, не важно, чем бы вы занимались, то есть, любое служение, которое дано вам Гуру Варгой, запомните, все это служение должны совершать в настроении санкетаны. Без санкетаны невозможно ничего делать. И вот как говорится в этом случае, что спите вы или едите, всегда харинам утворите, это наставление о сочетании Махапабу. Все время, непрерывно, вы должны повторять святые имена Господа, всегда. Без каких-либо перерывов, едите вы, спите, куда-то идете, что-то делаете. Вы должны всегда помнить и воспевать святые имена Господа, всегда. Без каких-то перерывов, без остановок. И поэтому в сочетании Махапабу говорит Киртанио Садахари. И ваш Гудов тоже говорил это. Киртанио Садахари, значит, без остановок, без... Перерывов не значит, что я с утра пять часов, я совершаю санкетаны, а потом следующие пять часов отдохнуть от санкетана. Нет, это не так. Я видел в жизни моего Гурдева, в жизни нашей Гурваги. Сила Гурдева, он ночью отдыхал. Двенадцать уже полночь было, но я видел, что его язык он повторяет харинам. Даже ночью он повторял харинам, хотя внешне выглядело, что он спит, но так или иначе он повторял харинам в это время. И даже когда такие великие преданные находятся в состоянии самадхи, они все равно в своем уме воспевают Кирту. И вы должны развить такую привычку под руководством великого духовного учителя. И вот во времена Сила Прабхупада много людей из различных частей Индии приходили. Но когда они совершали парикрамму под руководством Сила Прабхупада и Гурваги, и когда парикрамма закончилась, Сила Прабхупада сидел в одном месте, и все приходили поклониться Сила Прабхупаде и попрощаться с ним, что они уезжают домой. И Сила Прабхупад не мог сказать ни одного слова, он просто сидел и плакал. И вот люди приходили, клонялись, спросили Сила Прабхупада, чтобы он позволил им отправиться назад домой. А Сила Прабхупад ничего не мог сказать, я просто сидел и плакал. Почему Сила Прабхупад думал, что по крайней мере неделю они имели возможность совершать парикрамму, принимать Махапрасат, получать общение от Гурваги Шнавов. Сейчас они опять возвращаются к своей прежней материальной жизни, и это подобно огню. И поэтому Сила Прабхупад не мог ничего сказать, а просто сидел и плакал. И вот суть в том, есть 9 различных видов преданного служения. Завтра я могу более подробно об этом рассказать. И вот сегодня главная тема. Один преданный из Швейцарии, он спросил вопрос у меня, как это возможно, что Пуршоттамдама… Вот он говорит, что Пуршоттамдама там Баладев Джагнаты Сабхадра, и кто-то говорит, что она не отлична от Даракадамы. И Бриндаван более важен, чем Пуршоттамдама. И он хочет узнать то, что говорится в Шастах об этом. И вот много раз я говорил о том, что Шилу Бхактинутаку сказал, что для гауди, те, кто хотят совершать бхаджан под руководством Рупага Свами, или даже Рагануга Бхаджан, или более высоко Рупануга Бхаджан, если они хотят совершать такой бхаджан, то для них Шилу Бхактинутаку говорит для тех гауди, это Пуршоттамдама Нилачалдама – это наивысшая раса кшетра. Нилачалдама для них – это наивысшая раса кшетра. И что это значит? Мы не понимаем, что к чему, поскольку одни говорят одно, другие – другое. Кто-то говорит, что Бриндаван, но что насчет Нилачалдама? Будьте уверены, что Нилачалдама – Дам Махатми говорит, что это Вайкунха. Четыре Дамы. Одна в Гималайи, в Бадрикашхам, Рамешхам. И вот Пуршоттамдам, Дваракадам. Есть четыре главных Дамы. Они все, Дамы и эти Дамы, они находятся за пределами нашего понимания, осознания. Не так просто осознать все величие Дамы. Есть очень хорошие Дамы, даже от Ибдам Парика. И есть сеть, которая создана Майя, и мы все попадаем в эту сеть. Но до Дамы не доходим. А наша Гурава находится в Даме, а мы не имеем связи с Дамой, поскольку мы попали в эту сеть, защищающую Даму. И вот моя Дэви, она поймала нас в свою сеть, и мы не можем получить настоящую связь с Дамой. И вот есть Дама и есть Грамма. Грамм значит, ну, деревня. Они очень отличаются от деревни. Значит, просто какое-то, ну, место, где есть какие-то материальные удобства и прочие мелочи. И вот мы находимся как бы в Даме на то же самое время в какой-то деревне. Но если вы в тот тренинг день осознаете величие Дама Таттвы, вы увидите все великолепие Дамы, то будьте уверены, что Нитянада Прабху благословил вас, и поэтому вы получили такое видение Дама. И поэтому в этом киртане говорится. Вот эти слова говорятся. И вот Нитянада Прабху мы должны молиться лотосным стопам Нитянады, поскольку Дама Таттва это также Нитянада Таттва, вы должны молиться Ему. И опять в том же киртане говорится, что по милости Нитянады можно получить Радхакришну. И вот кто-то из Ачарий сказал, что Нитянада не может даровать нам эту сокровенную расу. Я был очень недоволен. И после того, как Харикаттва закончилась Харикаттва, я пошел к Нему в комнату, поклонился и спросил, что хочу… Что, ну, попросил объяснить ей более глубоко эту шлопу, но не мог ничего сказать, поскольку в этом киртане говорится, что если мы получим милость Нитянады, то тогда мы получим всю Радхакришну. И вот Кришнадарский Ваджга с вами также молится Джамат Пури в своем этом месте, где он родился, и когда между Минкетом Рамдасом и Горангой был спор, что он хотел прославлять Горангу, а тот хотел прославлять Нитянаду, и они очень поругались. И вот Кришнадарский Ваджга с вами говорит, может быть, он мой брат в материальном отношении, но он как бы потерял все. И в эту конкретную ночь Нитянада Папа уявился к нему и ему свой даршан Кришнадарский Ваджга с вами. Он благословил своими стопами Кришнадарский Ваджга с вами и сказал, что ты можешь обрести служение в даме, и поэтому отправляйся. Ты можешь получить общение с Рупой Санатаном и прочими Ваджгами, и я благословляю тебя. И вот утром Кришнадарский Ваджга с вами принял решение отправиться во Вриндаван. И он по милости Нитянады получил Дама Сева, Дама Крипу и все прочее. Я очень удачлив. И вот сейчас я хочу переключиться на другую тему, по которой идут споры, когда вот Шила Бхактимина Тхакура – это седьмой госвами. И он говорит, что для Гаудей, тех, кто хотят войти в раса тату, для них Нилачал Кхетра – это наивысшее место расы. И как это возможно тогда? Хотя Джагнат Балдар Супрада находится там, это, ну, подобно Двараке. Поскольку из Кандапураны мы можем найти там описание того, что однажды Баларам и Кришна, они были в одном месте, и Рахинима хотела что-то рассказать о славе Вриндавана и славе Кришны, и тогда Рахинима начала говорить. Ну, в Балараме Нитянаде они были не снаружи, а на этих дверях стояла Супрада и не пускала их, поскольку они, ну, раз обсуждают Лилу Кришны, поэтому лучше им быть, ну, где-нибудь подальше в то время. И вот Рахинима начала рассказывать о Лилах Кришне, и случайно они, ну, через дверь услышали все, что там происходило, и после этого Кришна, Баларам и Супрада, они… их тело… ну, как… их тело… их тело… ну, их тело изменилось, и они стали подобно Джаганатху Баладевой Супрады, то есть они приняли такую форму… и Кришна сказал, что это Моя Нитя Саупа – вечная форма, и в такой форме я пребываю в Нилачалакшатре, и поэтому эта форма Джаганатху Баладевой Супрады – она вечна, и так же в Дугу. Ну, это произошло из Двараки. И вот как же мы можем осознать и сгармонизировать вот эти две точки зрения, поскольку Бхактюна Такова говорит одно, а в других писаниях говорится, что Вриндаван – наивысшее место расы, а для Гауди говорится, что это Парушатамдама. И вот… И сейчас я вернусь к Гуралиле, когда Махапрабов принял Саньяс, и он начал… и он отправился во Вриндаван через вот эту дорогу Нидо называется, и вот там ночь, практически ночью, Гуранга Махапрабов пересек эту реку Гангу и ушел навсегда, хотя он, с одной стороны, вечно пребывает в Даме, и вот Гуралилана – вечна, и какие-то преданные могут видеть это, и вот если мы вернемся в Джавадарму, и там Шила Бхактюна Такова говорит, что два мальчика из Шинат Пура, но если вы не читали Джавадарму, то Магурадев, он говорил, нужно читать Джавадарму по крайней мере сто раз, и тогда вы сможете что-то осознать о Гуде Бхаджане, не думайте, что это какие-то шутки. На самом деле суть в том, есть два, вот два мальчика из Шинат Пура, они приходили к Бабаджи Махараджу во Шива Сангане, и вот был там один Бабаджи Махарадж с Рашалбажем все время, и тогда Бабаджи Махарадж дал им дикшую харинам, и в тот конкретный день они организовали праздник фестиваля, они какой-то пир там был, и вот Бабаджи Махарадж предложил все Гуранге Махапрабу Панчататве, и когда все преданные, они начали принимать Прасад там, и случилось чёрт-чудо, Сачимата, Малинима, все преданные, они принимали Прасад, и они видели их всех, то есть Дама, она явилась перед ними, и в Джавадарма это описывается, то есть не все читают, Джавадарма это наша болезнь, что мы не читаем Джавадарму, и вот когда они принимали Прасад, по милости Бабаджи Махараджа, эта Дама явилась перед ними, то есть они принимали Прасад и увидели величие Дамы, она явилась перед ними, и все спутники Махапрабу, они тоже были там, и вот по милости Бабаджи Махараджа, Дама, она была вынуждена явить свою форму. И также можно помнить вторую часть из этого, когда один торговец, точнее царь Акбар, он пришел к Санатангу с вами, и он сказал, что я хочу совершить какое-то служение для тебя, Санатан сказал, что ну ничего не для тебя, что ты могу сделать, и вот он был очень опечален, о Гусай, дай же мне какое-то служение, хочу что-то сделать для тебя, и тогда Гусай сказал, вот смотри, там лестница, по которой я спускаюсь к Емуни каждый день, чтобы взять воду для служения, на Гопалу, и там сломалась какая-то ступенька, но Акбар Ватса, он был очень опечален, что я император в Индии, а мне дает какую-то мелочь, починить ступеньку, я не какой-то попрошайка, чтобы это сделать, и тогда Санатангу с вами, он увидел, и Санатангу с вами сказал, что вот иди туда, посмотри, что нужно сделать, и когда Санатангу с вами показал ему, то дама явилась этому Акбару, и этот царь Акбар, он сошел с ума, он начал плакать, что я вижу теперь, это божественные камни, драгоценности, они сверхъестественные, они самоголоки, они находятся, украшают эту лестницу, если я продам все мое царство, всю империю, я не смогу даже накопить денег, чтобы купить один камень, и тогда Акбар начал плакать, что прости меня, я был очень горд собой, и у меня нет возможности подчинить свою ступеньку, и вот поэтому Гуру Вага, что они хотят сделать в начале всего, они хотят разрушить наше ложное эго, это первая обязанность Гуру Ваги, которую они хотят сделать с нами это служение, поскольку иначе, если мы высокомерны и горды, мы не сможем оставить наше ложное эго. Нараджи, 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 Манегриф, они очень горды, что Нараджи пришел, товарищи, они не выразили ему должного почтения, и так совершили оскорбление, если вы совершили оскорбление, если вы совершили оскорбление, саду Гуру Вага, прямо или коственно, то вы получите наказание, будьте очень внимательны, и тогда Нараджи проклял их, вы настолько горды, что вы не знаете как выражать почтение Гуру Вага, должный образ, вы родитесь растениями. Они начали плакать, что, может, ты заберешь свои слова назад, но нет, вы все равно родитесь этими деревьями, но также там благословление, что сам Кришна освободит вас, и тогда вы уже обретете служение. И вот Налакубар и Манегриф, они получили служение в Гапалу Чампу, описывается, они получили служение в Нандаграме, они пели, такое неслужение было, они просто пели. И тогда около 7 вечера Джамакиртан, вот этот Киртан, так и вот, когда Кришну уходит в дом Нанды Махараджа, и вот различные артисты, кто-то поет, кто-то шутит, кто-то показывает это все, в общем, показывают Льву Кришну, и в то время, Маду Канто и Сникдаканто. Два названия. Маду Канто и Сникдаканто. Сникдаканто. И вот они получили служение в Нандаграме. Вот эти мани-мани-грифы, то есть Саду и Вашнава, они очень милостивы, то есть посмотрите, по милости Нарады, их проклятие в итоге стало благословением. И также в Гаджандра Мокша, Хуху Гандарва, когда он давал Риши за ноги, то этот Риши сказал, что ты как крокодил, поэтому стань крокодилом, но начал просить прощения, и Риши сказал, что в один день ты получишь милость от Хари, и он освободит тебя. И вот таким образом он получил милость от Хари. то есть их проклятие, это не настоящее проклятие, это благословение даже больше, чем благословение народа. Он проклял их. И что Нарада сказал? Вот эти слова он сказал. Те, кто думает о каких-то злых материальных вещах, для них очень благоприятно, если они станут очень бедны, и тогда у них не будет никаких поводов для гордости. и это будет подобно Каджалу, точно подобное лекарство. Понимаете? Мой папа мне тоже дала, она тоже дала. После этого вы можете играть. Таким образом, Нарада говорит, что это подобное лекарство, чтобы развить ваше видение. Да. Таким образом, Нарада говорит, что если они станут очень бедны, то есть их гордость, их высокомерие, оно уберется, и также Кунти Деви говорит. Янмай саджа сута сиви-ре-дамана-мадахаппамана И те, кто нишкинчан, нишкинчан, значит, если у вас нет никакой собственности, кроме лотосных столб Кришны, то тогда вы нишкинчан. И хотя у Шила Павпады есть 64 грудья матка, но также в то же самое время у нишкинчан, у него нет ничего, кроме лотосных столб Кришны. И те, кто нишкинчан, для них лотосный столб Кришны – это единственная собственность, единственное богатство. И вот это значение слова нишкинчан, и когда Кришна разговаривает с кем? Он два веки с первой женой Кришны, с Рукмини. И в то время Кришна, хотя выглядел, что Кришна шутит, но Кришна говорит истину. И когда Кришна говорит, что смотри, я нишкинчан, что я сам нишкинчан, и те нишадуру, только они могут любить меня, и никто иной, Рукмини, смеется как, ты нишкинчан, в твоей собственности бесконечная вселенная, бесконечные сокровища. И Кришна говорит, нет, поверь мне, я не говорю ложь, единственное, лотосные стопы Радхарани – это моя собственность, и поэтому я нишкинчан, и Кришна нишкинчан. Почему? Поскольку лотосные стопы Радхарани – это его единственное богатство. А почему мы хотим стать такими? Мы хотим получить лотосные стопы Кришны как свое единственное богатство. И вот Кришна таким образом, Он нишкинчан на 100%, и такую же лилу Кришна является перед Гопи. Они говорят, что мы хотим… И вот, наверное, Махрадж тоже где-то основал на берегу Ямуны Дурваса Матхи, если пересечь Ямуну, ну где-то там во Враджи, там есть этот Дурваса Матхи. И вот это конкретное место, где Дурваса Муни, где Дурваса Муни пришел во Враджи Даму, и все Враджа Гопи, они хотели совершить какое-то служение Ему, но как дойти для Него? Поскольку там река, а надо пройти, пересечь эту реку, они попросили Кришну, что делать? Как пересечь реку? Нету никакой лодки, она из тысячи. И Кришна сказал, что если я Брамачари на 100%, вы можете попросить Емуну, чтобы она растутилась. И Гопи начали смеяться. А Кришна говорит, ну не верите, идите проверьте, скажите Емуне, что если Кришна 100% Брамачари, то тогда раступись перед нами. И вот эти Гопи, они пошли к Емуне, сказали, она раступилась, и так они дошли до Дурваса, и Дурваса, он принял все, что они принесли, весь Прасад. И попросили Дурваса, о Дурваса, сейчас нам нужно возвращаться в нашу деревню. Можешь ли нам подсказать, как же... Дурваса, если вы скажете Дурваса, то это Дурвабуджи. Если я возьму Дурваса, то Дурва Рас. Как же, ну, вернуться назад, и он сказал, что... И вот он сказал, что если вы пойдете к Емуне и скажете, что если Дурваса принимает только сок травы Дурва, тогда раступись перед нами. Но Егопи удивились, как мы тебе тут столько Прасада принесли, а ты говоришь, что есть только там, столько травы. Но Дурваса сказал, что идите и проверьте. И вот они пошли к Емуне и сказали, и Емуна раступилась. И вот возвращаемся к Дваракалили, к Джаганатхабаладеву и Супрадаре, к Дваракататве. Но вот к Джаганатхапури, и вот можно вспомнить, когда Махапрабу принял Саньяс и отправился во Вриндаван, то Нитянадапрабу подшутил над ним. Он сказал всем пастушкам, что если Господь будет идти, спрашивая, где Вриндаван, покажите Ему вот с той стороны, чтобы Махапрабу вернулся. И вот Махапрабу пошел по дороге, спрашивает, где же Вриндаван, и эти пастушки ответили, что Вриндаван там, и вот так совершил крюк, и вернулся опять на берег Ганге, где Кадвайта Гасара. И вот Нитянадапа уже сказал, что Горанга приходит, и Махапрабу сказал, что, О, Адвайта, откуда ты знаешь, что я пришел во Вриндаван? И Адвайта сказал, что на самом деле, где бы ты ни был, там и Вриндаван, и ты очень удачливый поскольку пришел на Вриндаван, как на Вриндаван шел. Но потом он понял, что Нитянадапа, но Нитянадапа показал ему неправильный путь. И вот Адвайта Гасара сказал, что, если хочешь принять омовение в Ямуне, то можешь принять омовение здесь, поскольку в Новодипе есть слияние Ганги, Ямуна и Сарасвати. То есть слияние трех рек. И вот ты, может быть, уверен, что ты принял омовение в Ямуне, поэтому принимай омовение и пойдем ко мне домой на просад. Кто такой Адвайта Гасара? Адвайта Гасара это Махамаха Вишну. И вот Адвайта Гасара разве может говорить ложь? Он сказал, что ты, будь уверен, где бы ты ни находился, там и есть Вриндаван. Даже Свару Гасара и Рай Раманада внутри Гамбхиры, когда они говорили, что если вы хотите войти во Вриндаван Даму, вы должны отправиться в Гамбхиру, получить вкус горы Лилы, и только тогда вы сможете так постепенно войти в настоящий Вриндаван. Иначе нет. И вот таким образом, когда Шила Бхактинута говорит, что это наивысшее место раса, раса питха для Гауди, и когда Сичетанимаха Прабу пришел в Нила Чалдам, Он являлся в Нила Чалдам. Разве вы думаете, что это два рака? Когда Сичетана Махапрабу пошел в храм, в Читане Чайтамрите говорится, когда Махапрабу пошел в Даршан, получил Даршан Джаганат, он находился за Гауди. Когда Махапрабу всегда видел, что Кришна играет на свой свет и поднимает Радхарани, правильно? В Читане Чайтамрите снова и снова говорится об этом. Когда Горанга Махапрабу получал Даршан Джаганат, все время описывается, что когда мы видим, что у Джаганатка нет ни глаз, ни... Рук ни ног, но что видит Махапрабу? Он видит, что это Криш Кришна, играющий на флейте и обнимающий Радхарани. Мы, Гауди, мы должны развить это видение, этот Даршан. Когда Адвай Тагасай совершал парикраму, то Махапрабабу говорил, когда ты совершаешь парикраму, когда вы шли к вам. И так много времени когда вы потеряли Даршан Кришна, ты не сможешь суть. Те тоже читание Махапрабабы говорил... Все время! Когда Чайтамрабабы пришел в Атаранала, взяли Даршан Джаганат, Но когда мы совершаем парикаму, то есть когда мы обходим храм сзади, то есть мы в это время не видим Господа. А Махапабуха, когда он первый раз увидел чакру Джаганатха, он от радости потерял сознание, и потом дошел до храма Джаганатха, потом, когда увидел Джаганатху, он побежал к нему, чтобы обнять его, поскольку он видел, что надо наданше Кришна внутри храма Джаганатха. Но так или иначе он не смог добежать до него, он упал без сознания, и после этого панды, они очень разгневались, что ты тут делаешь? И Сарамбхом Бхатачари сказал, не говорите ничего, почему? Поскольку это, смотрите, его признаки очень велики, то есть это признаки всей великой личности на его теле. И он сказал всем своим ученикам, чтобы Махапабуху принесли к нему домой, к Дому Сарамбхома Бхатачари. И в то время Нитянада, Махапабуху, Адва, Тагаса и все преданные, они пришли. Узнали, точнее, то, что Махапабуху, ну, они мимо там проходили, Джаганатмандири, услышали, что говорят, что пришел некий Саньяси, и мы не можем описать его чувства, его красоту, и они подумали, что наверняка это, что читали Махапабуху, и они решили пойти в дом Сарамбхома Бхатачари. Смотрите, они даже не пошли в храм Джаганатха, будьте внимательны, это тоже Рагану Глабаджан, Рай Раманандарай, когда он из Южной Индии пришел в Куре, Махапабуху спросил его, получили ли он Даршан Джаганатха, он сказал, что нет, нет, я сначала к тебе пришел. А Махапабуху сказал, нет, сначала нужно пойти к Джаганатху, получить его Даршан, это ошибка твоя. И Рай Раманда сказал, о, Прабуху, я не могу ничего сказать, но... Он сказал, что ты сидишь в моем сердце, и ты вдохновил меня прийти сначала к тебе, и поэтому я пришел к тебе. То есть, поскольку ты вдохновил меня прийти сначала к тебе, я пришел к тебе, поскольку Даршан тебя, это больше, чем Даршан Джаганатха. И вот таким образом, сначала они пошли в дом с Рамбовом Бхатачаре, они совершили там великий киртан. И вот тот же совет, что читание Махапабу дал нам, но мы не хотим слушать об этом, это наша болезнь. И вот в Пуре я говорил об этом, в тот же самый совет. То есть, все, что мы хотим получить, мы можем получить через санкиртан. А если мы не будем совершать санкиртан, то нет никакой возможности стать успешными. И суть в том, снова и снова я говорю о трансцендентном звуке, трансцендентной звуковой вибрации, что вы знаете о трансцендентном звуке, что вы имеете в виду? Когда Мадхавиндапури Пахту говорит, ааа, Бриндаван, Хамадхуранат, и с этим словом, Бриндаван-дам, он присутствует там, сам Бриндаван. Понимаете, что значит трансцендентный звук? Транцендентная звуковая вибрация значит? Что значит этот звук, то, что он означает, что он не отличен от того объекта? Например, он говорит, хав Бриндаван, и этот Бриндаван не отличен от этого звука. Но мы не можем поверить в это, для нас это практически невозможно поверить, но логика, она не может стоять на пути к абсолютной истине. Это, главное, это за пределами человеческого понимания, осознания. Например, что-то вы услышали, наша логика думает, что это должно быть так или так, то есть любая гурава, любой саду что-то говорит нам, а мы своим умом это обдумываем и взвешиваем как-то, и это наша болезнь. Если мы в какой-то день избавимся от этой болезни, то тогда вы можете чувствовать, что звук, исходящий с лотосных уст святого, настоящего святого, не отличен от звука, но от объекта, которого он обозначает. То есть в этих словах, как-то произнесенных Маддавиндапуре, я могу более подробно обсудить, вот в день ухода Маддавиндапурепада. Это слова, произнесенные Радхарани, так или иначе, это явилось сердцем Маддавиндапурепада, это описано, это Сиданта. Это слова Радхарани, и так или иначе, я не знаю, как, но эти слова, они явились на устах Маддавиндапурепада. И вот смотрите, во время Радхаратры, настроение Шичитани Махапабу, что Шичитани Махапабу он принял, Он взял Кришну из Дархаки и довез его до Вриндавана. И сейчас суть в том, что Махапабу, когда бы он не находился в своей Бхаре, не надо спорить, что это не Вриндавана. Поскольку Адвай Тагасаи, он уже сказал, и мы, Годи, мы следуем, кому мы следуем? Горангимахапабу. Мы следуем Нитянандипрабу. И хотя Нитянандипрабу Адвай Тагасаи не сказали, что это Вриндаван, может быть это два драка для тех людей, кто совершает Бхаджан на уровне Ашваре Марга. Если они искренне совершают Бхаджан, как, например, Раманоджа Ачарья, можно вспомнить, что он пришел в Нилачал, Раманоджа Ачарья, он великий Ачарья из Южной Индии. И он пришел в Нилачал, чтобы исправить то, что там не так делают в служении. И не прошло и ночи, как Джаганат, он выкинул его из Джаганат, там он нашел себя, ну, в своей, извините, в постели в Курмакшатре, то есть со всеми своими принадлежностями с кровати, он просто проснулся вот в Курмакшатре и удивился, как это занимает месяц, чтобы пусть пешком дойти до этого Курмакшатре. И тут я показался за ночь, что Джаганат был недоволен, что он пришел, чтобы что-то исправить в служении. То есть хотя Джаганат был доволен этим служением, а он хотел исправить это. И вот Пондарик в виде нитхи, он однажды увидел, что эти бобуджари, они даже не стирают одежду перед тем, как предложить Джаганатку. Ну, я печалился, думал, что же делать. И в ту ночь Джаганат и Баладев пришли и побили его ночью, и надавали пощечины ему. Но утром он не мог бы выйти на людей. И что Джаганат сказал ему, кто ты такой, чтобы указывать пандам, поскольку я делаю то, что одобрил я. И тогда Пондарик в виде нитхи, он осознал, что ему лучше не ссоваться со своими советами в служении Джаганатку. И поскольку их образ поклонения на пути Айшвари, он неприемлем в Джаганатку пури. И вот до сегодняшнего дня в пури также чувствуется влияние Раману Зачаре, хотя его вдруг выгнали сразу, Джаганатка не был готов принять его образ поклонения. Но суть в том, что Раману Джачаре, он очень великий Айшаря, и так или иначе, то есть его влияние можно в пури найти. Как можно посмотреть наверх и увидеть тилок Раману Джачаре? То есть на чакре, то есть по чакре можно увидеть тилок Раману Джачаре. Никто не замечал, но он там есть. То есть там тилок Раману Джачаре. Хотя его выгнали, но его влияние сохранилось. Вот Раману Джачаре. Для других Ачаре может быть Вайкунтра, но не для Гауди. Не должно быть никаких споров на эту тему. Где Горангамахапу в своей Бхабе находится, это и есть Вриндаван для нас. Снова и снова я могу объяснить Горангалилу, и через Горангалилу я хочу дать вам чувство Рагануга Бхаджина. Это тема, на которую я говорю последние недели. Когда Сочетане Махапрабу прыгнули в океан, это тоже Вриндаван Лила. Это тоже Вриндаван Лила. Когда Сочетане Махапрабу поймали в сеть, и после Санкиртаны он пришел в себя, то тогда Сочетане Махапрабу спросил, почему вы позвали мне сюда? Я созерцал Радагаминды в Ямуне, и вы меня как-то вытащили оттуда. Зачем? И что он хочет этим сказать? Это Вриндаван Лила. Внутри Гамбхира, когда Сочетане Махапрабу обсуждал Рассатату и прочее, это тоже Вриндаван Лила. Нет Двара Калила. Нет Двара Калила. Хотя для обычных людей это Двара Калила. Но для тех настоящих Гауди, у кого есть право войти в эту Гаудиофилософию, те, кто получил полную милостность Нитянанды Прабу, для них это не Двара Калила, понимаете? Хотя особую лилу во время Радхаятрия можно найти, но это особое чувство Махапрабу. В то время Махапрабу выражает такое чувство, что это для того, чтобы показать великолепие чувства разлуки. И когда Махапрабу получает Даша Джагнатха каждый день, это Вриндаван Лила. А когда мы хотим привести от Джагнатха до Гуддича, это тоже Лила. И в Бхагаватам тоже описывается эта Лила. Это Бхагава, это чувство, что после долгого времени, что мы наконец-то сможем забрать Кришну, и радуются, что они могут забрать Кришну из Двараки, и что видят Махапрабу везде. То есть Махапрабу видит Вриндаван там. Он видит, что это деревья, находящиеся на берегу Ямуны, и такой Даршан Махапрабу. И вот до Гундича, что Читания Махапрабу танцует, и он экстатически танцует, что наконец-то я вижу Кришну внутри Вриндавана, и это чувство глубокой разлуки. И вот Мой Гурадеф и прочие воочнования пели этот Киртан. К сожалению, вы недостаточно удачливы, вы не видели. С каким чувством Шилла Бхакти, да это Мадха Гасама, Шилла Бхакти, Прамод Пури Гасама, с каким великим чувством они поют этот Киртан. Они поют и плачут. Они чувствуют это чувство, поскольку когда они поют, то есть в их сердце есть чувство, что они чувствуют разлуки с Кришной, и чувствуют себя очень удачливы, поскольку сейчас они везут Кришну во Вриндаван. И вот таким образом я могу привести вам бесконечное число примеров и доказательств, что когда Мука Прабу находится там, и являет ли любую Бхаву, и если мы сможем изучить эту Бхаву, будьте уверены, что это Вриндаван. Даже в день Хиропанчами, когда Лакшми Деви, богиня богатства, она приходит, чтобы побить Севакова Джаганатха за то, что они увозят Джаганатха. И вот она ночью начинает идти в день Хиропанчами, очень такая прекрасная Лила, и эти панды плачут, что ты давай иди, и мы Джаганатха с утра увезем. И вот Раджа Пратапа Рудро, он организовал, что Шичитане Махапабу, Нитянанда, Сваругаса и Райраманда, когда они смогут видеть эту Лилу, поскольку по наставлению Раджа Пратапа Рудро, он организовал им какое-то место, чтобы они сидели там и наблюдали за этой Лилой. Это долгий тимот, в следующий раз. И вот Шичитане Махапабу был там, и он спрашивал Сваругаса, что Сваругаса и Шивас Пандит. Сваругаса и Шивас Пандит, они обсуждали что-то между собой. Шичитане Махапабу смотрел и смеялся. Нараджи с чувством дворака, с чувством ашвар этого великолепия и богатства. Нараджи, наверное, он аватар Нарады. То есть Нараду может быть везде, нет для него никаких препятствий. Может отправиться во Вриндаву, во двораку Мадхуру, но, так или иначе, между ними возник разговор между Нарадой и Сваругаса. И Шичитане Махапабу слушал и смеялся, что Сваруг, он чей чистый Враджаваси, ты не можешь спорить с ним о Сидантотатве. Твое настроение просто находится в ашваре. Но во Вриндаване, в любой частичке Вриндавана никакая ашварь не может быть там. Даже в меньшей частице Вриндавана все Вайкунхи и Вриндаваны могут быть там, но все же это не сравнить с Вриндаваном. Вриндаван — это место, где Расататва превосходит все остальное, все ашварь и прочее. Во Вриндаване можно увидеть, что Расататва — то есть это место Расататвы, и Раса, она превосходит все остальное. Но будьте осторожны, Кришна и Радхарани совершают свои лилы там. Но мы более удачливы, поскольку мы хотим получить Расататву под руководством Горанги Махапабу. Какие-то новые преданные приходят и спрашивают, почему во всех Гаудзи Матхах Горанга Махапабу? Почему не только Рада Кришна? Почему вместе с Радой Кришной Горанга всегда присутствует? Какова же причина за этим? Потому что мы хотим обрести эту Расататву под руководством Горанги Махапабу. И поэтому вся наша Горанга, в наших храмах всегда есть Горанга, иногда Горни Чянанды. То есть они везде присутствуют. Рада Кришна совершает лилу, это Раса Питх, это хорошо. Но когда... И лила в нила-чалле, она более важна для нас, поскольку мы можем получить большее от Горанга Махапабу. То есть в чувстве разлуки, максимальное чувство разлуки можно получить в нила-чалдаме. Там можно получить большее чувство разлуки, поскольку Махапабу день и ночь он плачет и наслаждается этим чувством разлуки. И говорится, что мы должны совершать Горни Бхаджан под руководством Горанги Махапабы. Когда все читания Махапабы может... То есть говорится о том, что Махапабу все свои... Все, что он не делал, это... Он показывает путь Рагануга Бхаджана. Он показывает своим примером, как нужно совершать Бхаджан. И вот Радамадов спрашивает этот вопрос. И вот я думаю, уже ответил на его вопрос. Если у вас есть какие-то сомнения, спрашивайте. Или... Если есть какие-то вопросы, можете спросить. Завтра могу обсудить вот... Ну, упорикрамя. Завтра я объясню о том, что зачем мы должны следовать Горни Бхаджана. Насколько вопросов? Ва́н-чаква-будрусы-кепасинду-бабахху? Титанан Бабханан-бабахха.. Насколько вопросов? Насколько вопросов? Насколько вопросов? Ва́н-чаква вопросов? Вопрос, мы можем войти во Вриддаван через Гамхиру в Пуре, но обычно говорится, что можно через Навадибдаму также войти во Вриддаван. И можете ли что-то более подробно объяснить? Навадибдам – это тоже место расатата, большое расатата, поскольку здесь вы можете получить чувство разлуки с Гавангой Махапрабу, это Шветадрир, поскольку они параллельны, можно сказать, когда Гоганга Махапрабу совершает лилу здесь и отправился в Нила-Чал-дам, то тогда те вражаваси, они тоже вражаваси, те, кто находятся в Навадибе своим сердцем, они тоже вражаваси, у них есть чувства, их чувства здесь, они получают это чувство разлуки. Это тоже хорошо. Я говорил в Пуре об этом. Каждый год они отправляются в Нила-Чал-даму. Все преданные, старые, молодые, старики, дети, младенцы. То есть все-все-все, все группы, они идут до Нила-Чал-дама. Если можно посчитать, сколько пешком идти, то они еще и пешком идут, либо там едут на этих упряжках, но обычно идут. Вот по поводу Шивананды, сколько идти, если это примерно 700 километров. Поскольку в то время не было поездов, ну там еще прямых дорог не было, то есть 700 километров, если идти. Но там не все там могут быстро идти, и поэтому, если не 20 километров за день пройдут, это хорошо. Но еще им надо два раза что-то приготовить, и перед тем, как приготовить, надо что-то собрать, какое-то подаяние, поэтому больше 20 километров они вряд ли пройдут. И вот это, грубо говоря, 35 дней, а именно туда идти. 35 дней, минимум. Но не всегда они еще могут там лес, джунгли какие-то, не всегда могут 35 километров. Ну так или иначе, они доходят до Пури, и четыре месяца они там находятся, на Чатурмасе. То есть два месяца они туда идут, два назад. Но дорога еще плохая была, поэтому уже два месяца мы считаем. И сейчас можно пойти и обойти Гаватхан так, ну за буквально там четыре раза за день, если постараться. А во времена Санатанга с вами там были просто джунгли, такая дорога, по которой, ну невозможно просто взять и идти. Там много колючек и острых камней и прочее. И вот эти преданные в Раджавасе, они на Вадибасе, они онтологически, они в Раджавасе. И вот остальные, то есть они в Пури находятся четыре месяца, два месяца, причем идут туда, два месяца обратно. И остальные четыре месяца они просто находятся в Новодипе и плачут в разлуке с Горангой Мухаппорбо. И смотрите, они все грехасхи причем, то есть разве они грехасхи, ну внешне вы грехасхи, что они грехасхи. У них есть это чувство, и вот вы должны думать, и вот когда они получают разрешение от Горангой Мухаппорбо, чтобы вернулись Мухаппорбо, но ничего не можно сказать им, а просто плачут. Ну не можешь же им ничего ответить, и тогда с Дамадарай Раманадапрабу, они говорят, что если вы плачете, то есть это чувство разлуки, чувство любви к Махапрабу, оно настолько велико, и как они могут уйти домой? И поэтому Мухаппорбо, не плачь, и пускай они возвращаются домой, и Мухаппорбо их благословляет, и они так возвращаются назад, и смотрите их чувства. Это тоже Навадипа, если вы настоящие Гауди, у вас должны быть эти два чувства, Навадип Дама Шветадипа, что Махаппорбо совершает утром в Шивасангане, в 4 утра он плачет, и мы должны чувствовать это чувство, и во Врендаване такая жрела происходит. Сейчас я не могу говорить об этом, но в следующий день я могу говорить, как через Го Ралилу получить чувство Рагануга Баджана. Но сейчас я ответил на вопрос преданного, если есть еще какой-то вопрос, я могу ответить, либо на завтра отложить.